Девушки отдыхают Девушки отдыхают 27 сентября 1994 год Пассажирский паром Эстония готовится отплыть от берегов Таллина в Стокгольм На борту находится 989 пассажиров Для многих это путешествие станет последним Добрый день! Поздравляю! Замечательная речь! Чтобы попасть туда люди выстраиваются в очередь Мортон Хевитт Молодой профсоюзный деятель Возвращается в родную Швецию После очередной международной конференции Давай, Марни, это будет здорово Я клянусь, с каждым разом становится все хуже и хуже Смотри! Бывший матрос Кристер Эклов Вместе со своими молодыми коллегами Обеспечивает продовольствием паром Эстония Это не так плохо Мы слишком много едим Они, как и большинство пассажиров, скандинавы Обслуживающий же персонал на пароме В большей степени состоит из эстонцев В 23 часа к вам назвали Для вас откроем караон Приходите, мы будем вас ждать Это так классно! Не могу поверить, что мы здесь ходим Здравствуйте Добрый день, леди Вас искал помощник капитана Хорошо, спасибо Сильвер Линден Работал на Эстонии всего лишь год Но для сотрудников парома Это считалось достаточно неплохим стажем Поэтому молодого человека Совсем недавно повысили по службе Для большей же части остальной команды Это был первый рабочий день на пароме Полная готовность На средней скорости начинаем двигаться вперед, мистер Кук Смотрите и учитесь Магнус Линдстром Вместе со своими родителями И подругой Катариной Возвращаются в Швецию После однодневной поездки в Тарлин У капитана Андерсена Человека советской закалки Нет большого опыта командования Огромным пассажирским паромом Для жителей Эстонии Этот паром не просто пассажирское судно Три года назад В результате распада СССР Эстония получила независимость После 50-летнего правления Коммунистической партии Коммунистической партии Этот паром Был самым большим морским судном В распоряжении эстонцев Ежедневно Курсируя между Таллином И шведской столицей Он был символом независимости государства Символом новых связей Со свободным западным миром Правда, существовала одна опасность О которой все предпочитали молчать Из-за воды, которая заполняла палубы Для автомобилей Уже успела затонуть 43 парома Эстонию ждала та же участь Маршрут от Таллина до Стокгольма Рассчитан на 15 часов В течение двух первых часов Эстония плывет вдоль береговой линии А затем выходит в открытые воды Балтийского моря Если мы встаем в 5 утра То сможем посмотреть на острова Это достаточно рано Я могу вам чем-нибудь помочь? О, спасибо Огромное спасибо Отвратительная погода Несмотря на бушующие морские волны Член профсоюза Мортон Хиббет Наслаждается своей поездкой на пароме К 9 часам вечера Ветер на Балтийском море Усилился до 33 миль в час Резко начался шторм И будь на месте Эстонии другой паром Он непременно замедлил бы ход Но капитан Эстонии продолжает вести свое судно По волнам на максимальной скорости Даже несмотря на то, что корабль накренился на одну сторону И стал крайне неустойчивым Петер, это нормально? Выйти из порта с креном в 4 градуса О, наконец-то вы пришли Мортон выписан О, нет, это не для меня Я хочу пораньше встать, чтобы встретить восход О, да прямо как Святой Мортон Да, ей-богу Постой, ну куда ты? Может, еще пивка, а? Если не брать Во внимание погода, ужин отличный Спустя 2,5 часа в пути В 60 милях от порта На пересечении вот Что-то пошло не так Я не совсем уверен Что все в порядке Дамы и господа Минутку внимания, дамы и господа Смотри, какие симпатичные парни Вон там Только сегодня Специально для вас Марч Рулл Была готова к своему вечернему выходу Хорошо, девочки, пошли Господа Наши морячки Раз, два, три, пошли Регулярные вечерние шоу на пароме Приносили неплохие деньги Танцовщицам из Эстонии Благодаря таким заработкам Многие девушки сумели выбраться из нищеты Которой они росли с детства Несущий вахту Сильвер Линден Отвлекается от своих дел Чтобы посмотреть танец Хорошо Шторм усиливается Волны достигают 15 футов Капитан Андерсон Ведет судно строго по курсу Как дела, мистер Куб? Хорошо, сэр Правда, мне немного неспокойно Сверим наши часы Все, мне надо отойти Я буду дежурить до пяти утра А потом свяжемся со штурманом На шведских островах, хорошо? У судно крен Но ничего Девушки отдыхают В 22 часа 30 минут Ветер усиливается более чем на 50 миль в час Многие пассажиры начинают спускаться на нижние палубы И расходятся по своим ковитам О, простите Извините, не хотел Ты знаешь, мы опускаемся все ниже Замолчи, Маргарет Что ты знаешь об этом? Или ты успела получить степень в области морской навигации? Нет, нет, не понимаешь Мне страшно В 23 часа 30 минут Ветер меняет свое направление Но капитан Андерсон продолжает придерживаться заданного курса Ведя судно прямо на волны Извините Извините, но у меня в каюте появилась вода Сильвер Сильвер на связи В одной из кают протечка В какой каюте? В 14-120 Дай время, я решу эту проблему Протечка на 25-м Да Капитан послал севера проверить, что там спалом Но, по-моему, все гораздо серьезнее Ты же понимаешь, что это может быть? Понимаю Но никто ничего не говорит? Да Дай мне знать, если заметил что-нибудь странное Ладно Судно продолжает крениться Но команде в машинном отделении Все происходящее кажется Обычной штатной ситуацией При зимней переправе Надеюсь, к утру погода прояснится Вы как думаете? Член профсоюза Мортон Хивит Ложится спать Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Я не могу уснуть, Феди Я не могу расслабиться Не волнуйся Я вся напряжена, я не могу расслабиться Март Шрул волновалась А ее соседка по каюте была невозмутима и спокойна Ведь никаких предупреждений от капитана не поступало Для устойчивости корабля в сильный шторм Капитан Андерсон отдает команду развернуть пластины стабилизатора Как дела, Линдон? Там ничего не видно, видимость ноль, сэр Но наклон уменьшается Мы от графика почти на час отстаем Не нужно, чтобы вы рассчитали более точное время нашей задержки Выполняйте Паром продолжает двигаться вперед в сильный шторм Пассажиры жалуются на морскую болезнь, сэр Многие задают вопрос, почему мы не сбавляем скорость в такой сильный шторм Я напомню всем, что у нас есть график, который мы должны выполнять Спасибо, Линдон Смотрите после рекламы У нас серьезные проблемы Наклон исчезает Нужно уходить Это невозможно, сэр Сигнал красный В ноль часов сорок пять минут В машинном отделении заметили протечку Автомобильная палуба стремительно стала заполняться водой Диспетчерская, соедините Срочно соедините меня с диспетчерской Не прошло и тридцати минут с того времени Как была обнаружена вода на автомобильной палубе В час ночи В передней части судна Раздается сильный металлический удар В машинном отделении Механик пытается удержать равновесие судна Но его попытки тщетны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас серьезные проблемы Протечка Что происходит? Автомобильная палуба вся в воде Вода, затопляющая автомобильную палубу Накренила Эстонию на 30 градусов Если крен еще немного увеличится То судно опрокинется В час 10 минут Команде удалось вернуть Эстонию В вертикальное положение Казалось, что кризис миновал Капитан судна приказывает Сильверу Линдену Осмотреть нижние палубы Наклон исчезает Все выравнивается Я внизу, сэр Я почти добрался до 4-й палубы Вода быстро затопляет автомобильные палубы Именно из-за нее Эстония Все глубже погружается в море Мы уже пробовали сделать это Он был полный, когда мы отходили от Таллина Машинное отделение Срочно Сигнал красный Большинство пассажиров на нижних палубах Спят и даже не подозревают О надвигающейся опасности И только танцовщица Марш Рул Находившейся на 4-й палубе Было не по себе Так и не дождавшись своей подруги Я быстро вышла из каюты Хэйди, вставай! Это был последний раз, когда я видела Хэйди Я поднимаюсь на палубу Возможно, я могла бы помочь ей Я могла бы помочь ей быстро одеться Конечно, поступок с моей стороны был эгоистичным Я заботилась только о себе Так же, как и Марш Мангус Линдстром решает покинуть свою каюту Давай же, вставай! Быстрее девайся! Нужно уходить! Быстрее! Несмотря ни на что Капитан Андерсон не спешит посылать сигнал бедствия Он приказывает откачать воду из автомобильной палубы Но это невозможно, сэр Я вам говорю, это невозможно Вы слышите меня? Это невозможно, сэр Я сделал все, что мог Вода заполняет автомобильную палубу слишком быстро Успокойтесь! Соблюдайте спокойствие! В час двадцать две минуты вода из автомобильной палубы начала просачиваться на левый борт парома Катастрофа была неминуема Выправляйте крен! Паром Эстония внезапно накренила до сорока пяти градусов Под таким углом пассажиры и члены экипажа не могут оперативно покинуть помещение Вода начинает поступать в каюты через иллюминаторы Судно тонет Но никаких предупреждений и инструкций при чрезвычайных ситуациях пассажиры до сих пор не получают Вода начинает заполнять машинное отделение Двигатели левого борта отказали Повторяю, двигатели левого борта отказали Главная лестница Единственный шанс на спасение у пассажиров с нижних палуб Именно по ней Кристер Эклов направляется вниз за своими друзьями Смотрите после рекламы Маму! Я больше ничего не могу сделать Уходи! Потом в воде кто-то схватил меня за ногу Свен! Маттеус! Свен! Где вы? Кристер знает, что он рискует собственной жизнью оставаясь на нижней палубе Маттеус! Маттеус! Марч Рул почти добралась до главной лестницы Теперь ей необходимо подняться на четыре лестничных пролета вверх Наконец, пассажирам объявили об эвакуации Но объявление было сделано на эстонском языке И не все поняли, что именно было сказано капитану В час 22 минуты Эстония начинает отсылать сигнал бедствия Но судно находится больше, чем за 60 миль от берега В зашифрованном сообщении команду оповестили о необходимости покинуть Эстонию Мистер Скарлетт к первому и второму Мистер Скарлетт к первому и второму Оба резервуара полные, сэр! Я больше ничего не могу сделать! Все вышло из-под контроля, вот в чем дело Идите, идите, я скоро вас догоню! Экипаж начинает покидать судно, оставляя пассажиров на произвол судьбы Нет! Нет! Я сказал нет! Марч Рулл пытается забраться вверх по главной лестнице Необходимо добраться до спасательных лодок на открытой палубе Магнус, что происходит? Магнус, я не понимаю! Мне страшно! Давай, мам! Магнус Линдстром помогает своим родителям выйти из каюты Но подняться на верхнюю палубу не получается Судно наклоняется все сильнее Что это? Что-то не так Надо одеваться Я помню ту ночь Меня спас мой инстинкт Эффективно он сработал И это ужасно Ужасно впоследствии осознавать, что ты выжил не благодаря логике или разуму А только благодаря инстинкту Магнус Линдстром Достигает пятой палубы Я ни о чем не думал Я просто попытался подняться вверх по лестнице После того, как мне удалось пройти один или два пролета Я оглянулся назад И тогда я увидел, что позади меня нет родителей И я не нашел свою любимую девушку Катарину Марч Рул добралась до седьмой палубы Но лестница к спасательным шлюпкам была заблокирована пассажирами, которые также пытались выбраться на открытую палубу Только не это Давайте быстрее Людям с семьями было гораздо сложнее выбраться Давайте быстрее Они не могли просто взять и побежать вперед Но я была одна И меня ничего не могло остановить Иди, иди вперед Давай, тянись Давай, руку давай, тянись Давай же Ну Когда я выбралась наружу Судно было сильно наклонено Поэтому на палубе находиться было невозможно Посади себя, я нашла отсек со спасательными жилетами Но когда я прыгнула в воду Спасательный жилет слетел с меня Потом в воде кто-то схватил меня за ногу Наверное, я должна была помочь этому человеку Наверное, по мне он мог бы выкарабкаться наверх Но я сделала все возможное Чтобы освободить от его рук свою ногу Магнус Линдстром возвращается вниз по лестнице за своими родителями Но они настолько шокированы Что даже не могут пошевелиться Уходи! Вставайте! Ну! Дайте руку! Вставайте, скорей! Идем! Мама! 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 Уходи! Мама! Уходи! Я получил абсолютно четкий приказ От своей матери заботиться только о себе И не беспокоиться о том, что оставил их там Вот У них было одно желание, чтобы я выжил Иначе я бы тоже погиб Судно начинает переворачиваться Мортон Хибетт по-прежнему находится на четвертой палубе Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне Помогите мне, пожалуйста Прошу вас, пожалуйста, помогите Я помню ту ночь Ночь побега Это был побег от происходящего А также от тех, кто нуждался в моей помощи Помогите же! Это было совсем не так Как показывают в голливудских фильмах Помогите! Помогите! Кто-нибудь, помогите! Помогите кто-нибудь! Пожалуйста! Из ледяной воды Марч спасает Сильвер Линден Спасибо! В это время Кристор Эклов пытается выбраться с палубы корабля Я был на палубе Находился между жизнью и смертью В тот момент я думал о своей семье Потому что четко осознавал, что в любой момент Меня может накрыть волной Именно так и произошло Меня смыло волной судно и бросило в море В те секунды я просто пытался понять Чувствую я боль или все уже кончено Судно все еще продолжает наклоняться Не уходите! Дайте мне руку! Не уходите! Я видел, что другие люди помогали какому-то человеку Который попался им на пути Помню, я подумал, что это слишком медленно Так медленно, что они не смогут спастись Протяни мне руку! Протяни мне руку! Дай мне свою руку! Магнус Линдстром помогает Кристору взобраться в шлюпку Но свыше 700 человек все еще находятся внутри Эстонии В ловушке Смотрите после рекламы Пожалуйста! Мы здесь! Эта шлюпка ни за что не утонет! Кристор? Там вертолет! Засыпать нельзя! Пожалуйста, мы замерзаем! Придумай что-нибудь! Последним, кому удалось спастись с тонущего парома Оказался Мортен Хивит Когда я выбрался наружу, вокруг было темно И я не знал, где нахожусь Я смотрел прямо перед собой И у меня было такое чувство Я прыгнул в воду, не чувствуя ничего Наверное, в этот момент судно и перевернулось Мортену удалось добраться до шлюпки Сильвер Линден берет на себя управление шлюпкой Распределитесь по шлюпке равномерно Убедитесь, что она находится в равновесии Постарайтесь не мочить голову и руки Одеяло вот здесь и здесь Накройте ноги! Наша шлюпка тоже утонет? Ни за что! Эта шлюпка ни за что не утонет! Волны были такие огромные И такие ужасные Что мне постоянно казалось Что еще немножко и я умру В тот момент Кристор Эклов думал о своих друзьях Удалось ли выжить молодым парням? Я думал о них все время Были ли они в другой шлюпке Или еще где-то Я молился, чтобы они выжили Но что-то подсказывало мне Что с ними не все так хорошо Я не знаю почему, но именно так мне казалось К сожалению, это оказалось правдой Люди в шлюпке начинают замерзать Если температура тела падает на 30 градусов по Цельсию То человек сначала теряет сознание А затем умирает Все эти люди Они погибли Ты больше ничего не можешь сделать Не спать! Засыпать нельзя! Сначала я не понимала, почему нельзя поспать Пока мне не объяснили, что во сне температура тела резко падает Я изо всех сил пыталась не заснуть На помощь к выжившим приближались корабли Но многие спасательные шлюпки были перевернуты И не имели опознавательных знаков Именно такой была и шлюпка Мортона Среди шлюпок плавали тела людей Разыскать живых было крайне сложной задачей Это корабль Корабль! Сюда! Сюда! Помогите нам! Сюда на помощь! Помогите! Сюда, пожалуйста! Мы здесь! Мы здесь! Они не видят нас В ту ночь я видел, как люди сдавались Переставали бороться за жизнь Легче всего было откинуться назад и расслабиться Это было крайне заманчивой идеей И в то же время чрезвычайно пугающей Нужно было бороться И надо было сказать Нет И ни в коем случае не засыпать Время шло И мы теряли надежду Люди мерзли Начинали засыпать Я помню, что когда я закрыла глаза Я видела огни Фиолетовые Розовые И синие Цвета казались такими хорошими Прекрасными Такими спокойными В открытой шлюпке Мортона Под пронизывающим ветром и холодным воздухом Оставшиеся в живых Быстро слабели Пожалуйста Пожалуйста, мы замерзаем Придумай что-нибудь Даже в закрытой шлюпке Кристера Людей одолевал холод Гипотермия почти одержала верх Оставшиеся в живых люди Бились в судорогах И страдали от галлюцинаций Спасите Спасите меня Спасите меня Так, давай Сконцентрируйся С тех пор, как затонул паром Прошло 4 часа За это время Почти одна треть Из тех людей Которым удалось спастись Умерли от холода В шлюпках Кристер Там вертолет В шлюпке Кристера Вновь появилась надежда На спасение Где фонарь? Сначала я обрадовалась Наконец-то мы спасены Но прошел час А потом, наверное, и еще один А мы все сидели в шлюпках И наблюдали Как вертолеты кружат над нами И никто не спасал нас Вокруг была темнота и хаос Стало понятно Что может пройти еще немного времени Прежде чем нас найдут Нам оставалось лишь надеяться на спасение Надеяться на то, что мы будем живы К тому времени, когда придет реальная помощь Реальную помощь им предстоит ждать еще долго Смотрите после рекламы Когда прилетел вертолет Я знал, что это мой последний шанс Никто не говорил, что сначала нужно спасать женщин и детей Я в тот момент заплакал от радости В поисках оставшихся в живых при кораблекрушении Принимает участие авиация Швеции, Дании, Финляндии и Эстонии Наконец, пилот замечает шлюпку с людьми В 9 утра, спустя почти 7 часов после того, как Эстония затонула Ослабленного Мортона Одного из первых поднимают с помощью лебедки на вертолет Когда прилетел вертолет Я знал, что это мой последний шанс То, что уже на борту мне сказали Что я походил на всех остальных в шлюпке Я, как и все, хотел только одного Спать Это был тревожный знак Среди той беды, которая произошла с паромом Если и была радость, то только одна В тот момент, когда у нас получилось обратить на себя внимание пилотов Когда вертолеты зависли над нами Над нашей небольшой шлюпкой Я в тот момент заплакал от радости Я плакал, когда слышал, что нам говорят спасатели о том, что видят нас Я помню тот момент, когда я оказался на вертолете Укрылся одеялом и понял, что все-таки выжил Это незабываемое чувство Когда меня поднимали на вертолет И я оказалась между морем и небом Мне было ужасно страшно Ужасное чувство Я закрыла глаза И пыталась не смотреть по сторонам Но в тот же момент я осознала Что все худшее уже позади И мне не стоит бояться Потом я смотрела на море И плакала Из 989 пассажиров и членов экипажа Выжило только 137 человек Хэдди, так же как и ее подруги Март Шрул Удалось выбраться с тонущего парома Но ожидая спасателей Она выпала из шлюпки в море И погибла от гипотермии Только спустя полгода после катастрофы Я осознала, что Хэдди мертва Это было ужасно Мы были подругами Я знала о ее планах на дальнейшую жизнь Она хотела бросить танцы И посвятить себя семье У нее осталась маленькая дочь Элиза Тела коллег Кристера Единственным на пароме Кого предупредили экстренно оставить судно Были члены экипажа Поэтому неудивительно, что больше чем одна треть спасенных Являлись работниками Эстонии Предупреждение поступило от работника машинного отделения Когда он увидел серьезную протечку на нижней автомобильной палубе Стажеру второго помощника капитана Эйнару Куку удалось выжить Сильвер Линден был спасен вслед за Март Шрул Капитан Андерсон и второй помощник капитана Питер Кенуса Не покинули судно Список погибших заставляет задуматься о масштабе бедствия Спастись удалось в основном молодым и сильным мужчинам Только семь переживших катастрофу мужчин были старше 55 лет В списках выживших не было ни одного ребенка младше 12 лет Многие остались на пароме Подумайте, например, о пенсионерах Которые остались в своих каютах, когда судно начало опрокидываться Они сидели и думали Хорошо, мы будем сидеть и ждать Ведь члены экипажа не объявили сигнал бедствия Я всегда узнаю, где запасные выходы Поэтому я четко знал, куда идти во время эвакуации Это должен взять каждый себе на заметку В случае с Эстонией, я думаю, что многие могли бы добраться до спасательной шлюпки И получить спасательный жилет, а затем улететь на вертолете Но из тех, кто погиб в ту ночь, 98% остались на судне Я многое переосмыслила для себя после той трагедии О некоторых вещах я не задумывалась прежде Теперь я знаю, какой необыкновенный потенциал заложен в каждом из нас Я была удивлена своим силам, которые взялись просто неоткуда Главное, что я поняла Это то, что в любой чрезвычайной ситуации важно сосредоточиться и действовать как компьютер После крушения парома шведское, финское и эстонское правительства Оперативно созвали международную комиссию Водолазы нашли Эстонию на морском дне, на глубине 300 футов Но то, что послужило главной причиной трагедии, было найдено в миле от места крушения Металлический щиток служил главным барьером от воды на пароме Попросту это была шарнирная дверь, расположенная впереди судна Устройство щитка Эстонии, который поднимался и опускался, чтобы запускать и выпускать автомобили Был сконструирован ровно по той же схеме, как и все щитки тех лет Исследователи пришли к заключению Что двигаясь во время шторма 27 сентября 1994 года Щиток парома Эстония получил настолько сильный удар о волны Что три стержня, которые держали его, сломались Это привело к тому, что щиток разбился о корпус парома, идущего на большой скорости Эти резкие движения и вызвали громкие металлические удары Которые и послужили первым тревожным сигналом для некоторых пассажиров и членов экипажа Вода начала просачиваться через сломанный щиток, а затем и через автомобильный скат Однако капитан Эстонии неправильно проанализировал ситуацию, доверившись приборам Которые не показали, что щиток поврежден Тем временем вода просачивалась на автомобильную палубу И паром становился все более и более неустойчивым Приблизительно в час пятнадцать ночи щиток оторвался от корпуса Эстонии Оторвавшийся щиток потянул за собой автомобильный скат С этого момента судно было обречено Вода врывалась на паром со скоростью 20 тонн в секунду Спустя всего лишь 20 минут под тяжестью воды корабль опрокинулся и начал тонуть Унося вместе с собой под воду жизни 750 человек, которые оказались в ловушке Официальное расследование поставило под сомнение профессионализм капитана Андерсена Следствие пришло к заключению, что именно решение капитана не замедлять ход Эстонии в шторм Увеличило воздействие на щиток В заключении следственного комитета было сказано, что капитан был обязан предвидеть опасность С 1980 по 1994 годы в мире затонуло 43 парома Странная статистика В год по три парома уходили под воду по одной и той же причине Попадание воды на автомобильную палубу После крушения Эстонии в 1994 году страны Европы и США оснастили свои паромы дополнительной герметичной дверью позади щитка Такая конструкция предотвращала попадание воды на автомобильную палубу в случае, если сам щиток выйдет из строя С тех пор ни один паром в Европе и Соединенных Штатах не потерпел крушения Обломки Эстонии по сей день находятся на морском дне Несмотря на претензии родственников погибших, шведское правительство решило не поднимать со дна обломки парома и не извлекать тела Это скандал, это большой скандал Было бы гораздо проще погрузиться туда и поднять на поверхность тела тех, кто не смог спастись И не было бы споров и перипетий Им нужно было через неделю после крушения, когда все уже более или менее успокоилось, извлечь тела Однако они по сей день все еще там Те, кто пережил крушение Эстонии, до сих пор не могут забыть ту жестокость, с которой они столкнулись той ночью Никто не говорил, что сначала нужно спасать женщин и детей Это совсем не походило на трагедию Титаника В том фильме женщин и детей вежливо просили пройти к спасательным лодкам В то время как мужчины ждали своей очереди А тут все было совсем по-другому Я предпочитаю ту жизнь и мораль, которая больше походит на голливудские фильмы Но вместо этого мне приходится жить в суровой действительности А то и ночью, Эстония, там было немного героев И, конечно, я не в их числе Я не могу пораньше встать, чтобы встретить восход О, да прямо как святой мордой Да, ей-богу Постой, ну куда ты? Может, еще пивка, а? Если не брать Во внимании погода, ужин отличный Спустя два с половиной часа в пути В шестидесяти милях от порта На пересечении вот Что-то пошло не так Я не совсем уверен Что все в порядке Дамы и господа Минутку внимания, дамы и господа Смотри, какие симпатичные парни Вон там Только сегодня Специально для вас Мардж Рулл была готова к своему вечернему выходу Хорошо, девочки, пошли Дамы и господа Наши морячки Раз, два, три Пошли! Пошли! Регулярные вечерние шоу на пароме Приносили неплохие деньги Танцовщицам из Эстонии Благодаря таким заработкам Многие девушки сумели выбраться из нищеты Которой они росли с детства Несущий в акту Сильвер Линден Отвлекается от своих дел Чтобы посмотреть танец Помогите Я помню ту ночь Ночь побега Это был побег от происходящего А также от тех, кто нуждался в моей помощи Но это невозможно, шер Я вам говорю Это невозможно Протяни мне руку Дай мне свою руку Дай мне свою руку 27 сентября 1994 год Пассажирский паром Эстония Готовится отплыть от берегов Таллина в Стокгольм На борту находится 989 пассажиров Для многих это путешествие станет последним Добрый день Поздравляю Замечательная речь Чтобы попасть туда Люди выстраиваются в очередь Мортон Хиббит Молодой профсоюзный деятель Возвращается в родную Швецию После очередной международной конференции Давай, Марни Это будет здорово Я клянусь, с каждым разом Становится все хуже и хуже Смотри Бывший матрос Кристор Эклов Вместе со своими молодыми коллегами Обеспечивает продовольствием паром Эстония Это не так плохо Мы слишком много едим Они, как и большинство пассажиров Скандинавы Обслуживающий же персонал на пароме В большей степени состоит из эстонцев В 23 часа В главном баре Для вас откроем караунд Приходите, мы будем вас ждать Это так классно Не могу поверить, что мы здесь ходим Здравствуйте Добрый день, леди Вас искал помощник капитана Хорошо, спасибо Сильвер Линден Работал на Эстонии всего лишь год Но для сотрудников парома Это считалось достаточно неплохим стажем Поэтому молодого человека Совсем недавно повысили по службе Для большей же части остальной команды Это был первый рабочий день на пароме Полная готовность На средней скорости Начинаем двигаться вперед, мистер Кук Смотрите И учитесь Магнус Линдстром Вместе со своими родителями И подругой Катариной Возвращается в Швецию После однодневной поездки в Таллин Маршрут от Таллина до Стокгольма Рассчитан на 15 часов В течение двух первых часов Эстония плывет вдоль береговой линии А затем выходит в открытые воды Балтийского моря Если мы встаем в 5 утра То сможем посмотреть на острова Это достаточно рано Я могу вам чем-нибудь помочь? О, спасибо Огромное спасибо Отвратительная погода Несмотря на бушующие морские волны Член профсоюза Мортон Хиббет Наслаждается своей поездкой на пароме К 9 часам вечера Ветер на Балтийском море Усилился до 33 миль в час Резко начался шторм И будь на месте Эстонии другой паром Он непременно замедлил бы ход Но капитан Эстонии продолжает Вести свое судно по волнам На максимальной скорости Даже несмотря на то, что корабль Накренился на одну сторону И стал крайне неустойчивым Питер, это нормально? Выйти из порта с креном в 4 градуса О, наконец-то вы пришли Мортон, выписанный пиво О, нет, это не для меня Я хочу У капитана Андерсена Человека советской закалки Нет большого опыта командования Огромным пассажирским паромом Для жителей Эстонии Этот паром не просто пассажирское судно Три года назад В результате распада СССР Эстония получила независимость После 50-летнего правления Коммунистической партии Этот паром был самым большим морским судном В распоряжении эстонцев Ежедневно, курсируя между Таллином и шведской столицей Он был символом независимости государства Символом новых связей со свободным западным миром Правда, существовала одна опасность О которой все предпочитали молчать Из-за воды, которая заполняла палубы для автомобилей Уже успела затонуть 43 парома Эстонию ждала та же участь КОНЕЦ КОНЕЦ